Здравствуйте, я Андрей Соловьев. Продолжаем нашу серию экспериментов и тестов самых, что ни на есть, необычных гаджетов. И на этот раз мы познакомимся с очень необычным и, я бы сказал, нестандартным устройством. Это летающий робот AirDron. Продается он вот в такой вот коробке. К сожалению, продается он не здесь, а в далеких американских штатах. Но если задаться целью, то его можно найти, по крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге по стоимости около 20 тысяч рублей. Эта игрушка продается здесь и там, в Америке, она стоит около, грубо говоря, 250-300 долларов. Что это такое? Почему он интересен нам с вами и почему я бы хотел вас с ним познакомить? Значит, это вот такой вот огромный квадрокоптер. Что такое квадрокоптер? Это устройство, которое имеет четыре винта. Сейчас я его, прежде чем его вынуть, выну пока дополнительное, менее нужное устройство. Итак, вот наш квадрокоптер. Значит, это летающий вертолет с четырьмя винтами. Все винты, так сказать, выполняют функцию и тяги, и стабилизации в пространстве. Значит, чем интересно устройство? Тем, что оно оснащается огромной кучей всевозможных электронных прибамбасов. В данном случае сейчас на дроне установлен чехол для полетов внутри помещений для того, чтобы с помощью этих пролоновых ограничителей не стукаться и не повреждать другие предметы. А также в комплекте идет накладка для полетов на открытом воздухе. Вот такой вот скоростной кокпит, с помощью которого можно летать в открытом пространстве. Итак, как эта хреновина управляется и как с ней, собственно, жить? Давайте я сейчас уберу коробку и покажу все более наглядно. Чем же так интересно и чем необычно это устройство? Давайте я просто прочитаю вам его технические характеристики, а вы все решите сами. Итак, система AirDron оснащается двумя камерами. Передняя с углом обзора 93 градуса к MOS-сенсорам разрешением 640 на 480 точек. Нижняя камера, которая находится под днищем. Вот она. Снимает с частотой 60 кадров в секунду и углом 64 градуса. Далее. Ультразвоковой альтиметр, то есть измеритель дальности и расстояния. Частота излучения 40 кГц, диапазон 6 метров. Вертикальная стабилизация полета. Встроенная компьютерная система. Процессор ARM9 частотой 468 МГц. 128 МБ оперативной памяти. Wi-Fi B и G. Подключение по USB и операционная система Linux OS. Все это находится внутри детской игрушки. Едем дальше. Скорость полета 5 метров в секунду или 18 километров в час. Вес 380 грамм. Время полета от полной зарядки около 12 минут. Ну что ж, давайте подготовим аппарат к работе. А iPad здесь появился тоже не случайно. И сейчас я вам покажу, какую функцию он будет выполнять в нашем с вами тесте. Итак, для начала соединяем вот этот разъем. И система демонстрирует готовность. Под каждой из лопастей загорелся красный светодиод, демонстрирующий связь всех частей с центральным процессором. Вот сейчас цвет светодиода изменился на зеленый. И он говорит о том, что все датчики опрошены, и аппарат готов взлететь. Но поскольку мы с вами находимся в помещении, естественно, мы установим защитный кожух. Делается это следующим образом. Сначала надевается чехол на переднюю камеру, а потом защелкивается сзади. Здесь есть магнитик, который фиксирует, собственно, всю конструкцию. Итак, вот наш дрон готов к работе. Теперь в качестве пульта дистанционного управления выступает любое устройство на операционной системе iOS. Да, вы не ослышались. Вот эта штука имеет встроенный Wi-Fi-передатчик на расстоянии до 50 метров. Для того, чтобы управлять дроном, необходимо иметь любой доступный планшет. Например, iPad. Таким образом, мы соединяемся с внутренней сетью устройства. То есть нам нужно найти в списке допустимых сетей сеть, которая называется AirDron. Ну, в данном случае AirDron 118242. То есть я подозреваю, что эти цифры нужны для того, чтобы иметь возможность запускать несколько подобных устройств, и у каждого был бы собственный пульт. Итак, мы подключились. Нам назначен IP-адрес, маршрутизатор, то есть все по-взрослому. Далее запускаем приложение, которое управляет системой. Значит, называется оно DroneControl. Нажимаем на иконку, появляется информация о готовности работы. DroneControl включает камеру. Вот эта камера, находится она впереди. Она передает картинку в реальном времени, во время полета, на, например, iPad или iPhone. Кроме этого, есть возможность переключения на нижнюю камеру. Сейчас мы все это попробуем. Дальше, слева и справа, для любителей игрушек, не составит труда увидеть определенные зоны, которые очень похожи на джойстики. То есть это, собственно, управление положением и тягой двигателей. Итак, нажимаем клавишу дистанционного запуска, абра-кадабра, и система стартует. С помощью джойстиков можно управлять системой, заставлять ее лететь прямо, подниматься выше, облетать препятствия. Сейчас я вам скажу лететь вперед, повернуть. Развернуться назад, поворот. Все, что происходит, показано на этой камере. Смотрите, вот я, вот он видит меня. Сейчас я ему дам команду подлететь ко мне, отлететь назад, развернуться. Обещает дальность до 50 метров. Но самое интересное, что система сама парит в воздухе. Для этого мне ничего делать не надо. Я могу даже ее толкнуть, и он снова находит то положение, в котором ему комфортно находиться. Причем есть даже режим переключения камер. Например, вот задняя, нижняя камера. А, это я воздушный поток смел. Переключение на главную камеру. И снова на заднюю. Машина, более того, она умеет фотографировать. То есть, сейчас я вам покажу. Здесь есть меню. Делать фотографии. То есть, эти фотографии сохраняются на iPad. Также отмечается высота. Сейчас у нас 1,38 м. Дальше время полета 3 минуты 20 секунд. Это, видимо, угловое отклонение и заряд батареи. Батарейка у нас практически села. Для того, чтобы сделать корректную посадку системы, нужно нажать на эту кнопку. Система плавно уменьшает тягу всех моторов. И наша летающая тарелка садится благополучно на грешную землю. Вот такая классная штука. На самом деле, если вы наберете на YouTube в поиске AirDrone, то вы сможете найти огромное количество демо, где люди летают просто и делают такие виражи на открытой местности. К сожалению, у нас в зимних условиях питерской ночи это сделать не получится. Сам аппарат мне дали всего лишь на несколько часов. Все, что успел я с ним попробовать, я вам, так сказать, это уже показал. Мне кажется, что эта игрушка даже уже и не игрушка вовсе. То есть, по большому счету, это реально самостоятельный, самодостаточный и довольно интересный робот. И вы представляете, если такие технологии сейчас доступны для игровой индустрии, какие технологии используются для военных? Мне даже подумать страшно. Ну, пожалуй, все, что я вам хотел сегодня показать. Спасибо, что смотрите нас. Смотрите Mobile IMHO и дальше. Всего доброго, до свидания, пока.